Привет ребят, с вами Джамбу Макс и в этот раз мы с вами поговорим о том, как дела у Xbox Series S в нынешнее время. Сразу скажу, что дела у него не особо хорошие, поскольку нынешняя ситуация данную консоль может поставить в очень неловкое положение и еще к тому же за собой зацепить более мощную консоль под названием Xbox Series X. По этому поводу хотел бы сегодня поделиться своим мнением, что может быть с Xbox Series S в ближайшем будущем и перед началом видеоролика обязательно прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение по поводу того, что вы думаете о Xbox Series S. И да, если вдруг у вас еще нет подписки или вы не знаете где купить ту или иную игру для Xbox, то можете это сделать через ребят из X-Game, ссылочка будет в описании. Начну пожалуй с того, что консоль Xbox Series S является консолью девятого поколения, которая вышла одновременно с Xbox Series X, но является менее мощной. С даты выхода консоль крайне понравилась пользователям за счет своей цены и компактности, но в то же время поимела очень много критики и вопросов в свою сторону и все дело опять же касалось мощности, которая не давала такую же четкую картинку, как на Xbox One X и Xbox Series X. Многие на самом деле по сей день думают, что же выбрать One X или Series S, поскольку магия Терафлопс, она ну очень сильно повлияла на восприятие консоли в целом и до сих пор думают, что чем больше Терафлопс, тем якобы лучше, но это не совсем так. Забавно то, что те самые Терафлопс, о которых любили говорить Microsoft до определенного момента, в одну сторону были крайне важны, а именно при объяснении смысла Xbox Series X, а в Series S оказались не важны. Я много раз твердил, что в целом не важно какое железо на консолях, важно умение с ним работать, а именно оптимизировать тот или иной проект. В целом консоль Xbox Series S я лично до сих пор отношусь хорошо и я считаю, что это просто реально классное решение, особенно для тех, кто не придирчив к графике, ему важна просто возможность поиграть во что-либо. И команде Xbox спасибо за такой сегмент, поскольку благодаря им, ну, все больше людей смогут прикоснуться к играм. Те, кто сидят на ПК и имеют самые мощные консоли, вряд ли это когда-лип поймут, поскольку для многих важно разрешение, количество кадров в секунду и так далее. И они ту картинку, которую выдает младшая консоль, просто уже не воспринимают, ибо они, ну, просто привыкли к чему-то лучшему. Но для человека, который с играми не сталкивался или играл крайне мало, либо у него там старый комп, который уже ничего не тянет, я считаю, что Series S это вполне хороший выбор. Напомню, что старт консоли был весьма неплохой. Сейчас я говорю с точки зрения производительности проектов, то есть у него выходило то же самое, что и на Xbox Series X и PlayStation 5, но не в 4К. Потом ситуация, она немного усугубилась, и разработчики начали неохотно уже завозить те самые 60 кадров в секунду. Под предлогом, что они, ну, вообще не могут ничего сделать, это был Дэйн Лайт 2 и Киберпанк. Ну, а потом, после хейта, либо после пряника от Фила, чудесным образом находили решение, как же это все реализовать. И реализовывали, в принципе. Где-то в проектах проскакивало разрешение 900p, где-то мне завозили трассировку, и в целом все равно плюс-минус было нормально. Плюс консоли помощнее тоже не выдавали тот максимум, на который были заявлены. Что в целом, опять же, сводило к более-менее спокойной ситуации. Но чем дальше мы идем, тем больше вот таких вот ситуаций повторяется, к сожалению, и особенно с младшей консолью. Ну, к примеру, недавняя новая игра от Электроников, которая, кстати, работает на Unreal 5, показывает крайне фиговую картинку. Посмотрев на которую, можно поностальгировать о временах Xbox 360. Да, стоит признать, что там же сет фпс, но с такой картинкой многие игроки задумываются, а стоило ли вообще идти на такие жертвы. Поскольку игра, ну, действительно выглядит так себе. Все это можно списать на плохую оптимизацию, и, кстати, так оно и есть. Но случаи учащаются, и, как мы понимаем, мало кто может повлиять на происходящее. Да, разрабы рукожопы. Да, Unreal 5 не такая идеальная, как нам все говорили. А итог все равно один, просто говно качество. Но, чтобы снизить градус бурления в сторону младшей консоли, хочу сказать, что мощные консоли тоже, честно говоря, в жопе, ибо игра работает в 720p. Ну, так вам, к слову. Но если же это все можно как-то стерпеть и отнестись легко, то такой серьезный звоночек случился после того, как нашумевшая ролевая игра выйдет на американскую консоль в последнюю очередь. Да, я сейчас говорю про Baldur Gate 3, которая уже доступна на ПК, станет доступна в сентябре на плойку пятую, а на Xbox она появится только лишь к концу этого года. И до этого, кстати, момента даты вообще не было. Истинная причина этой ситуации кроется как раз таки в серии SES, которая имеет ряд технических ограничений, которые, видимо, разработчики на начальной стадии просто не учли. И поскольку у Microsoft была, это, кстати, ключевое слово данного видоса, именно была политика по поводу выпуска проектов, которая гласила о запрете выпусков разных версий игр на серии S и на серии SX, они не могли прийти к дате выхода так быстро. Чтобы эта игра вышла и вышла в ближайшее время, поскольку проект является хайповым и большое ожидание этой игры для Xbox просто усугубляет его ситуацию, нашелся компромисс в виде отсутствия разделенного экрана на Xbox Series S. Который, кстати, даже специалисты Microsoft не знают, как реализовать. В будущем, конечно, может появиться, но это очень серьезный звоночек. Такая тема с неким бутылочным горлышком при разработке проскакивает уже давно, и если же раньше мы видели некое нытье, и по факту все равно все пытались сделать нормально и делали, то в этот раз произошел ключевой момент, в котором, во-первых, на игроках отразилась актуальность выхода хайп-игры, что в целом пользователи Xbox держат в самом последнем в вагоне хайп-тренда, и в то же время наполнение, то есть игроки Series S при выходе игры получат явно меньше, чем другие. Ну а второй омега важный момент, что Фил дал заднюю, в этом решении, что в будущем другим разработчикам развяжет руки по этому вопросу полностью. Просто если раньше у разработчиков не было выбора, им приходилось все это доделать, допиливать, и это происходило все в срок, то после этой ситуации, если Microsoft не будет вмешиваться заранее, должным образом, может происходить и дальше, и задержки, и некие урезания. Я прекрасно понимаю, что в целом игроки Series S не особо бегут за актуальностью, но тут страдают все обладатели консолей Xbox, и это сказывается на ее репутации в целом. Но что по этой всей теме думают разработчики? В интервью с Kill Apps и новинки, которые, кстати, относятся к проекту, который не выходит сразу на Xbox, спросили насчет того, считает ли он Xbox Series S тормозом для игровой индустрии. Ответ был таков. Ни в коем случае это совершенно нормальная платформа. Считаю ли я, что это сдержит разработку игр, она просто устанавливает определенные параметры, которые вы должны придерживаться при работе. Такая работа вполне выполнима, просто она требует усилий. Несмотря на развитие студии, у нас не бесконечные ресурсы, поэтому мы не можем делать все и сразу. Также директор по коммуникациям Remedy, Томас Пуха, решил прокомментировать недавнее заявление коллегии относительно младшей консоли. Мне знакома Боль Лариан из-за серии СС. Дело не в том, чтобы просто оптимизировать в конце. Нет. Вы должны учитывать технические ограничения с самого начала разработки. Никто не хочет думать об этом, когда вы начинаете делать свою игру, когда все возможно. К тому же слух с Gamescom подтверждает, что разработчики крайне негодуют за счет младшей консоли, поскольку Xbox своей политикой все-таки ставит в некие рамки их, чтобы игра была и там, и там одинаковая в плане наполнения. Но за счет этого в будущем может получиться так, что плойка получит просто больше временных эксклюзивов, которые не будут относиться к плойке напрямую, а которые будут реализованы сами собой, поскольку версии для Xbox будут тупо задерживаться. И все это может нас свести только лишь к одной мысли о том, что в будущем серия СС может быть попросту неактуальной консолью и проживет меньше, чем Xbox Series X. Но, кстати, хорошо, что Фил это прочувствовал и дал насчет этого комментарий. Я не вижу мира, в котором мы отбросим серия СС, что касается паритета, я не думаю, что вы слышали о нас или Лориан, что речь шла о паритете. Я думаю, что дело, скорее всего, в том, что говорит сообщество. Есть функции, которые сегодня доступны на X, но не доступны на S даже в наших собственных играх, например, Труссировка лучей, которая работает на X, но не работает на S в некоторых играх. Таким образом, клиент серия СС, который потратил примерно половину того, что потратил владелец серия СС, понимает, что ожидать полный паритет не стоит. Но я хочу, чтобы игры были доступны на обеих платформах, это наша работа как держателя платформы, и мы стремимся к этому вместе с нашими партнерами. И я думаю, мы добьемся этого вместе с Лориан. Наличие цены на консоль начального уровня менее 300 баксов, это хорошо для отрасли, я думаю, что это важно. И в целом, как бы мне не нравилась нынешняя его политика по отношению к консоли Xbox в целом, радует, что хотя бы на этом этапе он не хочет бросать младшую версию. Не исключено, что он лукавит по поводу того, что у них вообще нет никаких планов, чтобы серия СС откололась от нынешнего поколения, поскольку вы сами знаете, что ничьи слова как факт учитывать не стоит. Но в целом, для Microsoft действительно невыгодно отказываться от младшей консоли, поскольку по предварительной информации, обладатели серии СС либо половина, либо больше всех обладателей консоли серии С. И если вдруг что-то там пойдет не так, то Xbox оставит негодовать крайне большую свою аудиторию, и на этот шаг, я думаю, они просто не пойдут. Но проблема заключается еще в том, что Sony, скорее всего, готовит еще более мощную консоль, которая будет мощнее серии СС и PlayStation 5. И это отчасти может повлиять на серии СС, поскольку разрабам придется делать игры уже на 4 консоли, 3 из которых будут мощнее, чем на серии СС. Нет, если верить словам Фила, а именно, нет, нет, мы сейчас сосредоточены на Xbox Series S с увеличенным объемом памяти. Но нет, как я говорил, на мой взгляд, мы находимся в конце начального этапа, поэтому я думаю, что нам нужно позволить разработчикам остановиться на этом оборудовании и получить от него максимум пользы. Эти слова подтверждают, что они не планируют выпускать Pro консоль, и в целом они готовят только пока лишь одну консоль, а именно Xbox Series S Black на 1 терабайт. Которая, кстати, подтверждает их намерение не бросать Series S в ближайшее время. Потому что, ну сами подумайте, они выпускают новую версию, а потом они сразу закроют. Нет, не верю. Но стоит учитывать, что если за счет выпуска более мощной консоли Плойка 5, ее аудитория может поползти сильно вверх, и может сократить аудиторию Xbox. А если сокращается аудитория Xbox, то либо Фил Спенсер попробует ее нарастить играми, которые уже на подходе, но которые фиг знает, когда выйдут, и которые могут получиться весьма сомнительными. Либо же разработчики могут начать забивать жирный кип-болт на разработку игр для Xbox. И это вернет к тому, что Фил и его команда либо будет доплачивать, либо помогать, либо что-то еще делать. Но чтобы у разработчиков был интерес и дальше в срок выпускать игры на Xbox Series S и следовательно на Xbox Series X. На самом деле это звучит крайне странно, может быть как какая-то там знаете теория заговоров, но это следует учитывать, поскольку у консоли Xbox не такая большая аудитория. И проблемы в техническом отставании могут побудить разработчиков либо выпрашивать у Фила дополнительный кэш, либо выпускать игру позже всех, либо что-то еще. И это капец как плачевно скажется на аудитории Xbox в целом. И как раз таки ситуация с Baldur Gate 3 дала на это намек всем другим разрапам. Типа пацаны, не хотите делать на Xbox Series S, не делайте или сделайте потом. Но ситуация может слегка изменить как раз таки за счет новых проектов, которые выйдут эксклюзивно для консоли Xbox. Да, я отдаю себе отчет, что когда мы говорим о Xbox, мы всегда говорим о будущем времени, которое так и не наступает. Но опять же хочется верить, что долгожданный Starfield может быть отчасти ключевым моментом действительно годных экзов на Xbox. Но опять же, когда они выйдут, какими они будут, никто, к сожалению, не знает. Вы уже, наверное, с этого видоса поняли мою стратегию, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но таковы реалии. Для тех, кто после этого видоса будет задаваться вопросом, а что же делать с Xbox Series S, да ничего. Играйте в те игры, которые нравятся, покупайте новые, получайте удовольствие и так далее. Я, конечно, понимаю, что Microsoft это та компания, которая может по щелчку пальцев отказаться от своего детища, ибо Kinect, Nokia Lumia и Mixer нам об этом напоминают. Поскольку у него продажи, думаю, не такие офигенные, как у Xbox Series S. А тянуть более мощную консоль они не станут, ибо фокус их стратегии сейчас держится как раз-таки только на более дешевом сегменте, а именно на Xbox Series S. Поэтому, да, Xbox, к сожалению, себя загнал в не очень хорошие рамки, которые начинают даже немножко сдавливаться. Но, как по мне, эксклюзивные игры и как раз-таки слияние с Activision Blizzard этому должны помочь. И как раз-таки притянуть аудиторию к Xbox. Правда, будет фейл момент, если этого не произойдет, и вырастет аудитория Xbox только лишь в виде подписки к Game Pass, а не консоли. Тогда с консолями может быть все что угодно, вплоть до закрытия, либо просто их поддержки там в виде xCloud, почему бы нет. Но я опять же очень надеюсь, что такого не произойдет. Поэтому как-то так снова терпим, надеемся на лучшее и посмотрим, как оно все будет. Если вдруг ролик вам понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение насчет всего этого. И спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok